Какие лучшие приключенческие игры? Начиная с текстовой адвенчуры 1976 года, которая дала название жанру, через золотой век, point-and-click 90-х годов и до более современных игр, немногие жанры пережили столько, сколько приключенческие игры. За несколько десятилетий существования жанра было создано несколько самых удивительных игр, поэтому составить список лучших приключенческих игр было непросто. Приключенческие игры процветают благодаря акценту на сюжет и персонажей. Это, а также несколько хитроумных мозговых головоломок в противовес насилию выделяют жанр. Персонажи обычно обходятся разговорами или размышлениями, они прибегают к дракам. Мы представим несколько лучших из них. Гримфанданго. Диалоги, характеры, мир и воображение ставят гримфанданго в ряд лучших приключенческих игр. В мексиканской стране мертвых, где каждый скелет или демон, недавно умершие должны отработать все преступления, которые они могли совершить, прежде чем отправиться в коварное четырехлетнее путешествие, чтобы попасть в девятый подземный мир. Это умно реализованный мир с влиянием Нуара и большой долей преступности и коррупции. Брокенсворд. Отдых американца Джорджа Стобарта в Париже прерывает террорист в костюме клоуна, после чего он оказывается втянутым в заговор тамплиеров. История великолепна, и разработчики Revolution поддерживают светлый тон, несмотря на множество мрачных моментов. Но именно химия между Джорджем и французским фотожурналистом Нико Коллером является основой франшизы. Благодаря великолепному написанию и озвучке, Брокенсворд остается одной из лучших приключенческих игр на ПК. Day of the Tentacle. Когда дело доходит до головоломок, Day of the Tentacle одна из лучших приключенческих игр, в которые можно поиграть. Она никогда не бывает глупой или злобной, и это тем более впечатляет, если учесть, что игроку предстоит управлять тремя персонажами в разных временных периодах. Причем действия одного из них влияют на действия другого. Day of the Tentacle по-прежнему исключительно забавна, восхитительно абсурдна, вечно красива и содержит всю предыдущую игру LucasArts Maniac Mansion, игру, продолжением которой является Day of the Tentacle. Несмотря на великолепие других игр в этом списке, если бы вы спросили нас об одном классическом приключении, в которое вам нужно поиграть, мы бы сказали, что вам нужно идти сюда. Discworld Noir. Discworld Noir – это хорошо сделанная приключенческая игра, пронизанная сдержанным британским юмором романов Пратчета и горсткой достойных головоломок. Но что обеспечивает игре место среди лучших приключенческих игр, так это пара удивительно умных систем. Первая – это блокнот Льютона, в который он записывает подсказки, подозрения и всё необычное. Но эти записи не просто помощники для памяти. Он может использовать их как предметы инвентаря, комбинируя их для создания более подробных мыслей, чтобы приблизиться к истине и при этом решать головоломки. Это настолько умная игра, что удивительно, как её не содрали другие игры. А ещё он может превращаться в оборотня. В таком виде Льютон может видеть мир через запах, что настолько же умно, насколько и удивительно, когда это происходит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова